О Воскресении и о Страшном Суде Но если от частого собеседования о Воскресении ничего не приобрели они, иудеи, скажем, язычники и веры, что постараемся приобрести мы Захотим ли мы неправильно обогатиться, или похитить что-нибудь, или сделать другой какой-нибудь бесчестный поступок Тотчас приведем в себя на мысли тот день, вообразим то судилище, и эта мысль сильнее всякой узы, сдержит дурное наше стремление Будем постоянно говорить и себе, и другим, есть Воскресение, и нас ожидает страшное судилище Если кого-либо увидим тщеславящимся и надевающимся настоящими благами, скажем ему то же самое и объявим, что все это останется здесь Если опять увидим другого удрученного скорбями и унывающим, выскажем ему то же самое, указывая на то, что скорбям всем будет конец Если также увидим кого-либо преданным в беспечности и лености, представим ему опять то же, выставляя на вид, что нужно будет отдать отчет их беспечности Эта речь лучше всякого лекарства может уврачевать душу И подлинно есть Воскресение, и Воскресение у дверей, недалеко, но близко Еще немного, говорит Павел, и грядущий придет и не замедлит послание к евреям И в другом месте, всем нам должно явиться предсудилище Христова То есть и злым и добрым, тем, чтобы пред всеми потерпеть бесславие, а этим, чтобы пред всеми оказаться еще более славными Как здесь судьи и злых наказывают, и добрым раздают честь, открыто перед всеми, так точно будет и там Чтобы для одних было больше стыда, а для других больше славы Будем же представлять себе это каждый день Если будем иметь это в мыслях, то ничто из вещей настоящих и приходящих не удержит нас Потому что видимое временно, а невидимое вечно Будем же непрестанно говорить и себе, и другим Есть Воскресение, и суд будет, и отчет в делах Пусть, говорят и все те, которые допускают судьбу И они немедленно освободятся от этой гнилой болезни Ведь если есть Воскресение и суд, то нет судьбы Сколько бы они ни спорили и ни пригоралися Аминь Спасибо 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 Спасибо